и так ну чтож ария рума и маленькие любители покушать и всего того что покрыто камнем у микрофона как всегда ваш покрыл слугам амору и это великолепная сборочка майнкрафт он блок 3 как я люблю это говорить и всегда об этом говорю законом произошли кое-какие маломальские в какой-то степени изменения эти изменения коснулись вот этой вот нашей части я здесь попробовал организовать небольшую увеличенную добычу энергии судя по всему мне это удалось но как показывает практика этого количество все равно недостаточно для того чтобы питать в постоянном формате нейтроновые кристаллы и возможно когда-нибудь я что-нибудь сделаю обязательно с реактором но в этой же серии нам предстоит кучу всего интересного и начинать я предлагаю с ультимативного супа это гигантский рецепт и по сложности и по всему но мы с вами попробуем его реализовать для этого я отправляюсь опять в это измерение и как-то примерно так у нас будет организовано все пространство то есть здесь я буду при помощи механического крафтера создавать супер суп и уже он будет поставляться туда к нам на базу а также на этом пространстве мы будем с вами пытаться организовывать производство всех остальных ингредиентов для начала нужно сделать необходимое количество механических крафтеров а именно очень много штук ну пожалуй 60 штучек и думаю хватит и как-то так вот будем это все размещать в общей сложности нам нужно выложить кубик 7 на 9 как-то так у нас это получается и уже некоторые ресурсы по идее мы можем начинать сюда раскладывать а именно все то что требует от нас емцы и тут достаточно много таких вот ингредиентов принципе и тех ингредиентов которые мы можем делать в единичном масштабе я туда начал уже немножечко потихонечку себе раскладывать ингредиенты для крафта и обнаруживаю что не хватает мне какао-бобов и пока что где их взять я не представляю есть вариант получить из саженца джунглей давайте сейчас попробуем что-то вроде пошло что-то вроде копится и надеюсь к тому моменту когда нам потребуется какао-бобы они у нас воспроизведутся чтобы дальше мы могли их размножать тиражировать также дальше нам нужен тортик неожиданно хорошо что я заранее припас достаточно большое количество молока и с этим тоже нет никаких проблем и тортики так у нас тоже сюда попадают приходится заниматься дикостью и выращивать здесь себе арбуз потому что арбуза у меня тоже не хватает как-то так у нас пока что выглядит весь рецепт вторая строчка я вижу то что тут тоже все состоит из емцы а значит с этим якобы тоже не должно быть проблем а вот еще ингредиент которого у меня нету наличие это вот такие сладкие ягоды единственный вариант как я могу их получить это с помощью инфьюзера маны преобразовала с помощью алхимического каталист из яблока в ягоды пока я к этому не готов морально но мы запомним то что этот ингредиент нам необходим и его тоже нам необходимо сделать то же самое касается и пирога и сладких ягод в рецепте которого тоже есть эти сладкие ягоды которые опять-таки мы получить не можем для того чтобы скрафтить арбуз на палочке нам нужен лед который я получить пока что не могу никак кроме с помощью философского камня заморозив воду теперь я ее отсюда добываю и тиражирую получаю здесь тонну льда который не необходим для создания этого арбуза и пока нам здесь не хватает только сладких ягод и вот уже дальше пошли супы которые не могут скрафтится никак кроме специальных приспособлений например дальше у нас идет фруктовый салат скрафтить который мы опять не можем из-за того что здесь нужны ягоды я уже начинаю думать то что нам это сильно необходимо будет ладно фруктовый салат мы тоже пока что сложим а вот такой вот очень даже легко и крафтищийся салат мы я думаю даже можем сделать нужны томаты и кабачки только вопрос как мне их сделать как получить и кабачки как понимаю и как другие культуры получается благодаря тому что мицелий мы будем дробить с помощью крюка хорошо мицелий мы можем получить в инфьюзере благодаря обычным грибам и земле для этого сначала нужно отправиться домой что-то я не подумал что у меня здесь место может когда-то закончится ладно пока что это здесь разместим все равно это все временно закидываю сюда немножечко грибов получаю субстрат наверное и также закидываю сюда землю немножечко мицелий я здесь получаю себе и теперь мне не остается ничего кроме как их сначала размещать а только потом ломать ну вот уже кстати кое-какие культуры мы получили в том числе и помидоры кабачки лук и рис надеюсь это всем не понадобится остальное за ненадобностью я убираю теперь из растений мы должны себе это все получить качестве семян ну в принципе на катенборд и думает нормально сделать доска для резки ножек кладу и режу и так я получаю семена всех желаемых растений и как то так вроде процесс пошел как минимум все культуры выращиваются кроме риса то что видимо я не разобрался как именно его выращивают а все потому что он должен выращиваться не на земле а на воде но сейчас это легко можно исправить и он тоже у нас должен пойти расти так 1 из салатов я делаю и уже третью строчку начинаю размещать следом идет суп следом суп идет из адских грибов и у нас нету такого зеленого гриба который можно получить с помощью крюка и пескодуш к счастью это это уже есть пока что выглядит это как-то так и здесь уже гораздо больше предметов которые мы не можем замечать сюда с помощью емц брыбки на палочки делаются достаточно легко также как гамбургер и все остальное это лишь нужно как-то собирать и готовить вот такая вот автоматизация получается сожалению компактнее это сделать не выходит и это минимальный размер который я здесь себе только мог придумать здесь у нас производится лук который не имеет емц а здесь производится все остальное все это в крафтере соединяется в люля кебабы пока что все это работает да пускай очень медленно но работает и пока что это все оставим возможно с луком что-нибудь дальнейшем придумаем и с помощью запутанного блока я все это сюда вот так вот помещаю и вроде как это все должно помещаться сюда при помощи вот таких вот трубок теперь то что касается бургеров здесь немножечко по заморочений тоже нужен лук но вроде вроде как я погляжу здесь все достаточно просто заключение того что нам нужно сейчас придумать как рубить говядину в вот такие вот лепешечки и как-то это здесь надо организовать сейчас будем думать и придумывать я попробовал это сделать с помощью диплойера но диплойер не реагирует на доску и не может ее резать хотя странно почему хотя вроде должен ну и с момента последние сказанные мною здесь фразы прошло приличное количество времени и ультимативный крафт ультимативного супа выглядит следующим образом здесь осталось мне последние некоторые ингредиенты которые по сути изготовления упираются только в сладкие ягоды которые получить я пока что без ботании не смогу ну а что касается остальных ингредиентов они вот здесь вот успешным образом производится а также некоторые до производится вот в этой части для того чтобы организовать все это производство потребовать гигантское колоссальное количество времени но сложно в этом как раз таки ничего нет просто это очень было заморочено и время затратно для начала всего производства мне потребовалось сделать вот такую небольшую фермочку которая состоит из отдельных блоков для того чтобы нормально нарезать какой-то предмет на катинборде потребуется всего лишь диспенсер в который кладутся ножи а ножи я сюда помещаю с помощью вот такого компрессованная емселинка диспенсеры здесь стоят активируется благодаря сенсором с таймером на два тика и как только я здесь убираю рычаг таймер начинает тикать диспенсер начинает резать рыбу если мне нужно соответственно больше я сделаю здесь больше и получается у меня здесь сразу делается сырой лосось и приготовленный готовится он благодаря тому что здесь сразу же стоит у меня печечка в печечку также помещается лосось лосось он здесь пережаривается и помещается в дровер а здесь сырой появляется благодаря просто тому что здесь стоит обычный сборщик предметов ну а сам лосось как и все другие предметы также сюда помещается при помощи емцелинков все до ужаса безумно и просто. Также здесь у меня производится паста, нарезанные дольки тыквы, баранина, свинина и говядина тоже в двух экземплярах. Ну а все то, что касается готовки, размещено вот в этом блоке. Выращивается у меня здесь в итоге две культуры, рис и лук, а остальные производятся с помощью ЕМЦ-линков. На примере вот такой вот, допустим, базовой схеме здесь обычный стоит котел, из котла идут сразу несколько ингредиентов. Вот этот вот получается производящий котел, вот из него и выходит финальный ингредиент. Попадают сюда при помощи запутанных блоков паста и сырые говяжьи лепешки. Самая главная обязательная вещь в этом всем приготовлении, чтобы это все попадало сверху, потому что миски, которые будут здесь помечаться, должны подводиться сбоку и с помощью компрессонта ЕМЦ-линка здесь успешно это реализовано. И не стоит забывать, конечно же, о костре, подогревающем эту кастрюлю. Если вдруг что-нибудь понятно, мы еще в этой серии вернемся к теме приготовки и нам еще нужно будет множество вещей сделать. Но главное, что все рецепты крафта здесь организованы и вот такие вот базовые рецепты в их приготовлении здесь нуждаются. Если что, всегда это можно ускорить, но я думаю, запасов драйверов и запасов этих бесконечных супов мне схватит тут до аж посинения. В этой же части мне нужно было организовать всего лишь три веса. Нетронемые наггеты, которые мы давно уже делали. Здесь у меня производятся сладкие яблоки с помощью блоков меда, магма крусибла и разбрызгивателя, который наполняет яблоки медом. Ну а здесь же у нас происходит магия в чистом виде. Для начала у нас здесь назарак дробится в колесах, попадает в тигель. В тигель также попадают у нас ингредиенты в виде яиц и сахара. И все это вместе совмещается в формулочку под тортик. Тортик уже после этого при помощи лавы из крусибла и назарака наполняется ингредиентами и получается лавовый тортик, который тоже участвует в приготовлении. Как-то так вся эта схема выглядит. И пока что она мне наибольшим образом нравится. Ну а сейчас я вместе с вами хотел бы для начала отправиться в этот удивительнейший и увлекательный мир ботании. Если я все правильно понимаю и как я правильно посмотрел, мне же всего здесь несколько вещей понадобится. По факту алхимический каталист, бассейн с маной, способ вырабатывать эту самую ману, остальное все приложится и для того, чтобы получить этот сладкие ягоды, мне нужно будет лишь какое-то яблоко, которое по-любому где-нибудь да найдется. Давайте скажем, пока что вот в этой части базы будем этим всем заниматься, а дальше как-нибудь доразмеремся. Для начала всего мне нужно будет пюрдейзи. Если бы у меня их не было в наличии, то я обязательно бы создал петал, налил его в воду, закинул сюда лепесточки и получил бы данный цветочек. Но он у меня, к счастью, есть. Я возьму немножечко камушка, возьму немножечко землицы, вот так вот как-то размещу посередине цветочек и вокруг него, соответственно, камушки. Как мы видим, партиклы от этого всего безобразия пошли, а значит камень у нас успешно начинает превращаться в нужный нам по характеристику живой камень, который нам нужен для крафта мана бассейна. Также, по-моему, из тестов мне попадали здесь в большом количестве эндфлеймы, с помощью которых я и хочу организовывать здесь систему с выработкой маны. Но это, конечно же, не будет ничего работать без мана разбрызгивателя, который мне тоже нужно сделать. Тем временем, пока мы с вами разговаривали, живой камень у нас обратился. Теперь я возьму, пожалуй, немножечко дерева обыкновенного и также его вокруг этой растения размещу. А пока я займусь размещением эндстоунов. Тем временем дерево у нас превратилось в живое дерево. Теперь я, при помощи необходимых нам ресурсов, хотел бы организовать создание этих разбрызгивателей маны. Но мне не хватает здесь, видимо, цветочков. Но цветочки я уже когда-то делал и как-то получал. И чтобы не быть голословным, по-моему, нужен какой-то специальный порошок для них. И как раз вот он, этот самый разбрызгиватель. И если мы им тыкнем по земле, то получим разного рода цветочки. Эти цветочки нужны как раз нам для крафта. Пока что их просто сюда вот сложим. Если что, потом раздюпаем. Ничего страшного. Таким же методом, как и их получили. Главное нам, сам результат, то что у нас эти цветочки есть. Из них мы можем получать красители. А красители участвуют в крафте разбрызгивателей. Но не стоит забывать то, что нам дерево потребуется гораздо-гораздо больше. Поэтому пусть оно немножечко здесь создается. Если что, потом автоматизируем. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Так, создаю себе бассейн маны. Дальше мне понадобится здесь вот так вот, пожалуй, разместить дропер. И еще несколько штучек их по окрестности. А есть еще вариант гораздо-гораздо лучше. И почему-то я сразу о нем не подумал. Но зато его сейчас можно будет реализовать. Давайте попробуем этот вариант сделать с эндезитой воронкой. Мне вот интересно. По идее, это должно так работать. Если я сюда помещаю какое-либо топливо, то оно очень даже эффективно сюда выплескивается. Значит, мы можем особо не заморачиваться и размещать все это в таком варианте. Теперь мне нужно это обратно все заделать землицей. И когда же я это все разместил, я, конечно же, хочу сверху разместить эти самые эндфлеймы. Но прежде чем их размещать, мне нужно здесь вот размещать вот таким вот образом разбрызгиватель маны, а над ним бассейн маны. И получается, разбрызгиватель у нас помещен линзой вверх. То есть всю ману, которую он будет в себя помещать, он будет выплескивать вверх. То есть в этот бассейн. И таких бассейнов мне нужно гораздо-гораздо большее количество. И с этим придется немножечко постараться. Для того, чтобы это все началось реализовываться, я, конечно же, здесь размещаю эндфлеймы. И они пошли-пошли собирать ману. И замещать всю ману сюда. И мы видим то, что в бассейне эта мана начала появляться. Это уже успех. Это уже прогресс. Но для того, чтобы это шло гораздо-гораздо больше эффективно, нужно их большее количество, чего у меня пока что нет. Зато я точно знаю вариант с повышением эффективности этих штучек. У меня при помощи фарма сундучков здесь появилось большое количество вот таких вот семян, которые я должен разместить под эти растения. Но для того, чтобы разместить вот эти семена, сначала нужно, чтобы это все было обычной травой. Только тогда эта схема заработает нужным образом. Поскольку в новых версиях ботании, как ни странно, растения имеют место затуханию. И рано или поздно эти цветы могут завять. Ну, бывает такое. И для того, чтобы они не завяли, как раз вот это вот зеленое семечко должно быть под ними размещено. Рано или поздно я должен буду разместить это везде, но пока что пусть немножечко вот так вот трава хотя бы разрастает. Конечно же, за кадром это мне нужно будет сделать в больших масштабах и в большем количестве. У меня есть очень большое желание сделать себе палочку. Для того, чтобы иметь возможность хотя бы смотреть какое количество маны у нас есть. Мы можем видеть то, что в этих огнецветочках у нас мана не копится. А раздатель маны очень успешно ее успевает все отдавать в бассейн и бассейн потихонечку ее накапливает. Теперь мне нужно создать алхимический вот такой вот каталист. Для его создания мне потребуется по факту ничего сложного. Все это уже у нас давно имеется, кроме мана перлы. А для этого нужно большое количество маны и сама перла. Ее берем, сюда кидаем получаем маны перлу и делаем здесь вот такой вот себе рецепт. Теперь дальше я возьму опять эту палочку. У меня здесь есть небольшое количество маны и пока что временным вариантом я эту штуку сношу и размещаю каталист под наш бассейн с маной. Теперь мне нужно это яблоко. Я его сюда вот пожалуйста кидаю и получаю сладкие ягоды. Сколько с вами было проблем вы не представляете. Теперь это мне нужно собрать. Все в обратной последовательности. Я понимаю то, что я сейчас немножечко мана потерял, но она у нас бесконечная и появляется в очень даже приемленных масштабах. Так что немножечко дай пофиг. Но мы просто берем эту сладкую ягоду и отправляемся в то измерение доделывать бесконечный суп. Для начала я хочу эту ягоду размножить поэтому здесь ее себе беру. Создаю немножечко чуть ее побольше и она успешно появляется у нас в крафте. Дальше нужен сладкий ягодный пирог и для него тоже все делается достаточно просто. Нужен лишь крафтер. Для начала мне конечно же потребуются бутылочки с молочком и сюда я помещаю и делаю так, чтобы они сюда попадали в ограниченном масштабе допустим 16 штучек. Для этой штуки нужна пшеница и сладкие ягоды и все по сути. Все необходимые ресурсы сюда подведены, чтобы все то, что скрафтилось у нас выходило в ячейку для крафта. И здесь же мы делаем все то же самое только то, что скрафтилось должно попадать обратно сюда в инвентарь. Подводим сюда электричество и смотрим, что у нас в итоге получается. Случилось то, что я не хотел у нас получается то, что обратно здесь создаются во-первых колбочки и колбочки здесь тоже появляются. Стоп машина. В таких случаях можно обходиться очень-очень просто. Берем бутылочки и создаем белый список на то, чтобы все бутылочки уходили обратно в компрессор EMC Link. Так от бутылочек вообще без проблем избавляемся. А, что я туплю-то? Зачем мне многоградный крафт, если у этой штуки, которую можно отсюда удалять смело, есть EMC и я ее могу просто здесь размножать. Гейт я обратно сюда должен разместить и сюда необходимое количество предметов обязательно помещается. И успешно это количество предметов сюда тоже помещается. Теперь останется как-то вот так вот немножко неудобно подлезть. Так, чтобы активировать эту штуку и у нас яблочный пирог успешно сюда попадает в рецепт для ультимативного крафта. Останется делом за малым всего лишь организовать раз, два, три, четыре, пять вещей таким же методом. Потребовались семечки тыквы, поэтому я здесь запутанный блок размещаю. Также отсюда беру получается пресет, сюда его назначаю и также с помощью item транспортеров его сюда запиховую. Самое приятное, что при помощи таких вот транспортеров сюда не попадет никогда большее количество чем нужно и этим я успешно здесь и пользуюсь. А также я пользуюсь тем, что приходится ждать арбуза. У меня есть стойкое ощущение, что я их где-то делал, но я их найти не могу, поэтому сейчас их ждем. Следующий как раз рецепт крафта идет готовка. Для этого нам потребуется котел, EMC-Link, item транспортер, который идет в бок, обязательно я налаживаю, чтобы шли сюда мисочки и они в бок обязательно будут идти и здесь он наполняется. Ну а дальше все по стандартной схеме. Потребуется лис, лук, грибочки и картошка. Если внимательно посмотреть на этот рецепт крафта, то здесь примерно два одинаковых предмета есть, но я здесь, пожалуй, в эксцепции крафта буду использовать картошку, хотя по факту я мог бы использовать два лука. И если мне нужно будет, допустим, здесь использовать два лука вместо одного, то я бы просто вместо 64 здесь колесиком мыши промотал это количество до 128 и тогда обязательно бы работало наилучшим образом. А так я просто беру сюда морковку и запиховываю ее сюда, благодаря чему она успешно тоже попадает на шкукинг пот. Итак, у нас еще один рецепт крафта пошел. Да, не очень быстро, но главное, что прогресс-то есть. И он успешно будет сюда попадать. И пока я здесь занимался, у меня успешно вырос арбузик, я его обязательно должен растиражировать и тогда у нас еще один рецепт крафта будет готов. Ааа, нифига себе, посмотрите, ребят. Оказывается здесь для рецепта крафта нужна тыква в основании, а не мисочки. Поэтому я здесь напутал. Убираем. И мне нужно просто сюда разместить тыкву. Забираю отсюда миски и тыквы у нас успешно пошли. А это значит то, что еще плюс один ингредиент в нашу копилочку. Еще одна часть получается с салмонами готова. Здесь они у нас создаются. А также я уже успел их сюда вот в автоматическом формате запиховывать. И остается у нас лишь последний ингредиент. Тоже нужен андипот, сладкие ягоды и шоколад. А шоколад получается в миксере. Какао бобы, молоко и сахар. Ну, достаточно легко. Нужно лишь сейчас все это автоматизировать. Ну что ж, давайте пробовать. Получается, я немножечко схему дособрал. Осталось лишь дело за малым. Как-то мне здесь придумать, как получать молоко. Вроде как-то так. Я схему немножечко подсобрал. Во временном варианте, конечно же. Сейчас давайте экспериментировать. То есть я хочу, чтобы, допустим, я пока что никак по-другому не придумал. Чтобы здесь у меня стояла рука. В эту руку по трубе попадали как-то предметы в виде ведра молока. Все это должно вот так вот работать. Здесь делаем так, чтобы фильтр стоял только на ведра с молоком. И дальше все то, что нас не интересует в плане пустых ведер, он обратно должен нам отдавать. Осталось лишь сюда подать крутящийся момент каким-то образом. Пожалуй, такая вот скорость меня устроит. И мы увидим то, что в нем есть 63 ведра с молоком. И здесь есть ведро с молоком. Теперь сюда мне останется подводить еще что-либо, как какао-бобы и сахар. И смешивание должно пойти. А, ну да, конечно же, я же забыл здесь горелку с полоха разместить. Вот в чем дело. Привет. Так, сюда я помещаю горелочку. Немножечко схему пришлось разрушить, но ничего страшного. И это все, если что, можно вот так вот на крайняк перенести. Некритично. Главное, чтобы эти два у нас деплоера работали. А для этого я делаю бам, делаю бам. И все это успешно запитывается, доработается. Если это не чудо, то я не знаю уже тогда что. Помещают сюда то, чем можно кормить этого сполоха. И он успешно пошел запитываться. А значит здесь должно пойти смешивание. И да, это успешно пошло создаваться. Так, давайте здесь назначим выход. Почему молоко-то? А мне молоко же нужно, чтобы ты забирал, а немножко другое жидкость. Не знаю, как это сделать с помощью модного механизма. Я знаю зато, как сделать с льюид-пайпами обычными. Здесь теперь стоит блэк-лист на молоко. И останется лишь мне сюда вот сделать тык. Тык-тык. Тык-тык. Сладкие ягоды сюда. Сладкие ягоды сюда. Это сделаем. И пошло заливаться, а значит здесь начали складироваться шоколадные ягоды. А значит я могу это свободно забрать. Вот сюда вот разместить. И на этом вроде как эта супер мультиблочная структура должна была завершиться, я надеюсь. Я сделаю лишь вот так вот. Раз. Два. Поменьше скорость, чтобы это все не крякнулось. И три. Не то, что скорости не хватило, а перегрузка случилась. О! Пошло создание. Четыре. В итоге четыре нужно этих электромотора для того, чтобы вся система пошла. Но я думаю, ничего страшного. В принципе, приемлемое количество. Держим кулачки. Главное, чтобы это все хотя бы разочек собралось. Я ничего нигде не напутал в крафте. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ура! Это невероятные эмоции. Спасибо огромное, что это все. 20 супов мне дали. Еще баночку дали. Спасибо огромное и на этом. То есть надо здесь небольшую сортировочку придумать для того, чтобы это все нормально организовывалось. Сейчас без проблем. А знаете, что самое приятное? То, что это все в автоматическом формате пошло заново крафтиться. Это просто вау. Я обязательно когда-нибудь этот суперский суп съем. Но до этого нужно еще, конечно же, дорасти. Прихожу сюда. Для начала я вижу то, что у меня полоний переполнился. Это легко решается вот таким вот образом. И сюда вот, допустим, я суп делаю и уже пять штучек. Благодаря тому, что все я настроил, появляется здесь. На секундочку, он восстанавливает 400 единиц сытости. И финишная, можно сказать, прямая. Для того, чтобы организовать вот это вот производство, вообще ничего не нужно, как я вижу. Все это до безумия просто делается и организовывается. Так что даже, я думаю, это можно будет сделать за кадром. И на такой прекрасной ноте мы будем с вами потихонечку заканчивать. Это была безумная, конечно, серия. На нее было безумное количество потрачено сил и времени. И надеюсь, все это было не зря. Финал не за горами. И в таком случае я буду с вами потихонечку на этом прощаться. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда. Ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся.